Здравствуйте! В эфире Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. Самое важное к этой минуте. Определить лучшего в среднем весе. Сегодня второй день чемпионата Европы под Хэквондо. Что могут предложить рынку малые предприниматели? Сегодня в бизнес-инкубаторе открылась выставка товаров и услуг. Борьба за секунды. В Нальчике проходит республиканский чемпионат по скоростному маневрированию. Праздник спорта, молодости и дружбы. В Нальчике состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы под Хэквондо. Старт соревнованиям дал глава КБР Юрий Коков. Флаги Европейского союза Хэквондо, стран-участниц чемпионата. Парад спортсменов из 28 государств. Австрии, Бельгии, Франции, Армении, Азербайджана, Болгарии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Португалии, Норвегии, Греции, Венгрии, Исландии, Израиле, Италии, Молдовы, Монако, Польши, Чехии, Румынии, Швеции, Сербии, Турции, Белоруссии, Украины и, конечно, России. Среди почетных гостей председатель Европейского союза Хэквондо Афанасия Спраголас, президент Союза Хэквондо России Анатолий Терехов, председатель парламента КБР Татьяна Егорова, премьер-министр Республики Алий Мусуков, заместитель председателя Наблюдательного совета Союза Хэквондо России, председатель попечительского Совета Федерации Тхэквондо КБР, председатель общественной палаты Кабардино-Балкарии Ануар Чеченов, именитые спортсмены. Обращаясь к участникам чемпионата и многочисленным болельщикам, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков подчеркнул. От всей души приветствую вас на этом прекрасном празднике спорта, молодости и дружбы. Наша Республика не раз принимала спортивные форумы различного уровня, но чемпионат Европы под Хэквондо как по представительству, так и по своей значимости займет в этом ряду особое место, ибо он является основным этапом отбора спортсменов на летние Олимпийские игры 2016 года. Мы дорожим доверием и нам оказанной честь. Для участия в соревнованиях к нам прибыли более 150 смарт-менов из 28 стран, а также почетные гости во главе с президентом Европейского Союза Хэквондо Анастасиасом Прогаласа. Искренне рады видеть у себя в гостях сильнейших спортсменов и выдающихся тренеров континента, представителей Европейской спортивной школы Хэквондо. Известно, что этот вид спорта стал воплощением мечты о честных и мужественных состязаниях. И сегодня он обретает все большую популярность среди молодежи. Только у нас в Кабардино-Балкарии в Хэквондо занимаются более тысячи спортсменов разных возрастов. А в прошлом году в республике создана детско-юношеская спортивная школа от Хэквондо. Дорогие друзья, вам предстоит упорная и захватывающая борьба за губки и медали за честь национальных федераций. Уверен, что соревнования станут ярким, зрелищным праздником, подарят многочисленным любителям спорта незабываемые мгновения, подлинного триумфа, мастерства и таланта. Желаю успехов всех участников состязаний. Ждем ярких поединков и побед. Пусть победит сильнейший. Еще раз удачи! Мне выпала большая честь, скажет Афанасия Спраголос, посетить Кабардино-Балкарию, где Тхэквондо, как и во всем мире, набирает популярность. Живущие здесь люди, красота республики делают этот визит незабываемым. Анатолий Терехов поблагодарил Европейский союз Тхэквондо за возможность проведения чемпионата в России. Высоко оценил усилия руководства Кабардино-Балкарии по его организации. Оргкомитет проделал огромную работу, создал все необходимые условия для проведения международных соревнований высокого уровня, сказал Терехов. После клятвы спортсменов и судей на честное проведение боев и объективное судейство Юрий Коков дал старт соревнованиям. Первый чемпионат Европы под Тхэквондо среди мужчин и женщин по олимпийским весовым категориям объявляю открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ В рамках культурной программы перед гостями и участниками выступили ведущие творческие коллективы республики. Чемпионат Европы под Тхэквондо в Нальчике обещает быть зрелищным и запоминающимся. Команды привезли на турнир свои сильнейшие составы, первые номера сборных. К другим темам. 27 марта во всем мире отмечают как День театра. Это праздник не только мастеров сцены, но и миллионов поклонников-служителей Мельпомены. Традиционно в этот день во всех странах проводится целый ряд торжеств от театральных фестивалей до премьер новых спектаклей. Кабардино-Балкария не исключение. Сегодня вечером в республике подведут итоги ежегодного конкурса «Лучшие театральные работы». Добавлю, что в Нальчике действуют пять государственных театров. Спектакли ставятся на трех языках. В репертуаре пьесы как писателей с мировым именем, так и местных грамматургов. Продолжаем. Свыше 11 тысяч жителей республики получат единовременные выплаты в ознаменование 70-летия Победы. Об этом сегодня заявили в региональном отделении Пенсионного фонда России. Денежную помощь в размере 7 тысяч рублей выдадут инвалидам и ветеранам Великой Отечественной, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, погибших в период Второй мировой. 3 тысячи рублей получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники нацистских тюрем и гетто. В соответствии с указом президента России деньги выплатят в апреле-майе. Адаптация инвалидов по зрению в обществе. В Баксане открыли комнату для реабилитации слепых. Говорящие тонометры, часы, весы, шахматы для незрячих и другие настольные игры. Люди со слабым зрением могут провести здесь свой досуг, а также получить консультации по различным вопросам. Кроме того, в центре их будут учить, как пользоваться современными техническими средствами. Мы планируем открыть такую комнату в городе Нальчике, где еще не открыта такая комната. По проекту три комнаты. Это Нальчик, Баксан и Прохладный был. Мы уже в двух местах открываем. И третья, у нас 31-я презентация будет в городе Нальчике. Как говорят организаторы, открытие таких комнат стало возможным благодаря реализации социально значимого проекта «Новые возможности». Сохранить производство и помочь в развитии. Сегодня в Нальчике, в бизнес-инкубаторе, открылась выставка товаров и услуг, которые предлагают малые предприятия республики. Главными посетителями стали специалисты в сфере экономики, а зрителями – журналисты. В их рядах и съемочная группа вестей. С подробностями наш специальный корреспондент Нуржан Кубадиева. Предполагалось сделать его натяжным потолком. Идите сюда, тут творчество. Творчество – это экспозиция архитектурно-конструкторского бюро двух известных в республике специалистов – Евгения Хейфица и Анатолия Долова. Министр эконом-развития КБР Борис Рахаев коллег сюда зовет не просто так. Список наиболее известных работ этих мастеров довольно солидный. Культурный музей в Беслане, многоэтажные дома и крупные торговые центры в Нальчике. Забот по переработке барды, который был построен на месте высушенного болота с применением суперсовременных методов. Данный объект – это самый большой на континенте Евразия-завод. Кондитерские изделия, пластиковые окна и двери, трикотаж, текстиль, спецодежда для охоты и рыбной ловли, бухгалтерские и юридические услуги, инновационные проекты в сельском хозяйстве. Свою продукцию на выставке представляют 14 производителей, имеющих статус малых предпринимателей. Здесь их называют резидентами бизнес-инкубатора. Выставки в бизнес-инкубаторе, конечно, проводились и раньше, однако в таком формате экспозиция представляется впервые. Производители, которые здесь представлены, на льготных условиях при господдержке арендуют здесь административные офисы и производственные площади. Помимо презентации продукта, каждый производитель смог лично пообщаться с первым вице-премьером Татьяной Литовченко и министром эконом-развития Борисом Рахаевым. С введением санкций против России и ростом курса доллара кредитные ставки повысились, сетуют предприниматели. Власти о проблеме знают, решить ее планируют в ближайшее время. У нас есть такое намерение снизить в том числе фискальную нагрузку, как то кредит, арендные платежи, налоговые послабления. Все это должно существовать. И в общем-то, и в этом антикризисном плане правительство России это прописано и уже начало реализовываться. И в нашем антикризисном плане мы имеем такие намерения. Во всяком случае, для нас самое важное – это сохранить их как производственные единицы. Производителям сегодня рассказывают о действующих в республике различных госпрограммах и грантах. Предпринимателям тут же предложили стать их участниками. Представители бизнес-инкубатора поясняют, Сейчас выбираются самые инновационные проекты, которые будут поданы в Минэкономразвитие. Таким образом, они смогут рассчитывать на господдержку. Нуржан Кубадзи, Иван Зорко Широков, Вести, Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии запущен проект «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ». Реализует его региональный центр общественного контроля при Общественной палате Кабардино-Балкарии совместно с «Единой Россией». На первое занятие пригласили представителей Союза пенсионеров КБР. Обсуждались вопросы обслуживания многоквартирных домов. Как было отмечено, на сегодня в республике около 3,5 тысяч многоэтажек. Они находятся в ведении ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний. Каждая из организаций обязана на своих сайтах публиковать полную информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о работах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества, информацию об их стоимости, о ценах и тарифах на коммунальные ресурсы. С начала года плата за капитальный ремонт стала взиматься отдельно. По данным представителей регионального оператора, на эти средства будут ремонтироваться дома, вошедшие в правительственную программу капремонта. Это свыше двух тысяч строений. Эти функции, чтобы разъяснять, у них не входило. Но, несмотря на это, они в прошлом году провели 54 встречи, семинаров, а в этом году еще 7. И совместно мы еще дальше продолжать будем. Будем выезжать в прохладный. Дальше поселок Эльбрус. Работа будет продолжаться. Школа грамотного потребителя призвана помочь всем желающим стать компетентными заказчиками услуг в сфере ЖКХ. Знать свои права и обязанности. Такие же занятия с жителями республики пройдут во всех городах и районах. Сегодня во всех территориальных налоговых инспекциях Кабардино-Балкарии проходят дни открытых дверей. Они посвящены декларационной кампании. Справку о полученных в минувшем году доходах необходимо предоставить до 30 апреля, напоминают в службе. Специалисты помогают клиентам заполнять бланки, составлять те или иные заявления. До полудня вторую Нальчикскую инспекцию ФНС России посетили свыше 100 человек. Как отмечают сотрудники, обратиться за помощью граждане могут независимо от места их регистрации и проживания. Им должны предоставить всю информацию по задолженности перед бюджетом, разъяснить права и обязанности, в том числе по предоставлению налоговой декларации. По имущественным налогам в основном возникают вопросы, какие льготы у них имеются, в каких случаях производится уплата налогов, как производить уплаты налогов. Поэтому в этом плане тоже проведется разъяснительная работа. У нас практически 25 человек задействованы. Часть, 6 человек работают в операционном зале, остальные на местах проводят разъяснительную работу. Налоговые инспекции Кабардино-Балкарии сегодня принимают посетителей до 6 часов вечера. День открытых дверей продолжится и завтра. Сегодня на площади Абхазии открылся чемпионат Кабардино-Балкарской республики по скоростному маневрированию. Посвятили его Дню Возрождения Балкарского Народа. Борьба шла за секунды. В турнире выступили свыше трех десятков автомобильных экипажей не только республики, но и из соседних регионов. За рулем как парни, так и девушки. Перед каждым участником стояла задача прохождения змейки, правильной парковки, преодоления препятствий. За каждый сбитый предмет очки вычитались. По словам организаторов, из года в год чемпионат набирает популярность. Участников, конечно, прибавилось сейчас. Не только представители ДОСАФа участвуют, но и представители молодежи, кто по желанию от организации записали. Всех мы приветствуем, всех мы записали, все они участвуют сегодня. Поднимали флаг, это участники Прохадинской автошколы, которые в прошлом году выиграли призовое первое место. Вот мы их отмечаем. А сегодня посмотрим выиграть сегодняшний, наверное, сегодня. И так на красе, Заур! Чемпионов по скоростному маневрированию определят в личном и командном зачетах. Их имена будут известны к концу нынешнего дня. Сегодня вечером на телеканале «Россия. Футбол» чемпионат Европы 2016 отборочный тур. Играют сборные Черногории и нашей страны. Прямая трансляция матча начнется в 22 часа 35 минут. В связи с этим в программе произошли изменения, и потому наша служба информации завершает на сегодня свою работу в эфире. В 17 часов 10 минут смотрите региональный тележурнал «Вести Северный Кавказ». Будьте здоровы!